Путин внес законопроекта Лично это его инициатива президента Российской Федерации о том, что лидеров ОПГ. Ну и там дальше посмотрите довольно интересный ролик о том, что же Путин хочет от лидеров ОПГ. Итак, в свете этого самого ролика, мой ролик выразился довольно четко и ясно, что подразумевает под собой данный закон. И вот в рамках этого закона начинают идти события. Конечно, этих всех лидеров ОПГ начинают смещать, а других своих будут назначать. Банда Кости Большого идет под суд за убийство мэра Сергеева Посада и еще 20 человек. Это сегодняшняя новость 28 февраля. Итак, громкое дело об убийстве мэра Сергеева Посада положило начало расследованию целой серии преступлений, совершенных ОПГ Кости Большого. Главным управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении участников банды, причастных к убийству мэра Сергеева Посада и другим особо тяжким преступлениям. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. Банда Кости Большого орудовала в Москве и Московской области, а также других регионах страны в течение 20 лет. 20 лет орудовала и ничто не могли поделать, а вот теперь президент дал указ и все. А указ-то какой? На чем он зиждется? Смотрите в моем предыдущем ролике и вы это там поймете. На чем зиждется тот самый указ президента и какая выгода. Итак, банда Кости Большого орудовала в Москве и Московской области, а также других регионах страны в течение 20 лет. С 1996 по 2016 год главаря группировки и 8 его подельников обвиняют в убийствах, покушениях, похищении людей, бандитизме и незаконном обороте оружия. А сообщили только сегодня. Это 2019 год. Значит, не прекратилась в 2016 году эта самая банда Кости Большого. Она продолжала существовать, но нужно же показать, что это было давно, что давно уже с этим работают. А вот только сейчас это вылезло наружу. Не верьте. Сейчас, после указа президента, дали команду ФАС и пошли топить тех, кто не угоден Кремлю. Кремль туда будет сажать своих лидеров. На скамье подсудимых за тяжкие преступления окажутся лидер ОПГ Константин Пискарев, известный под прозвищем Костя Большой и его подручные Сергей Александров, Сергей Барабашкин, Юрий Бережнов, Александр Замятин, Дамир Капков, Андрей Столяров, а также Дмитрий и Николай Юровы. В зависимости от роли каждого им меняются преступления, предусмотренные такими-то статьями. Я даю скриншот. Вы посмотрите, какие статьи. Это бандитизм, покушение на убийство и убийство, похищение человека, незаконный оборот оружия, незаконное приобретение, передача с быт хранения, перевозка и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. У нас кто может возить с собой оружие? Да только бандиты. Им разрешено, потому что они бандиты. А простому населению не разрешается. Но они же не бандиты. Значит, вам и не положено защищаться от бандитов. У вас не должно быть оружия. Оружие должно быть только у кого? У охотника. А у жертвы оружия не должно быть. А весь народ России это жертва. А чиновники и бандиты это охотники за вами. В версии следствия в период с 1996 по 1999 год Константин Пискарев создал банду для совершения убийств. А для чего банду создают? Для воровства и убийств, конечно же, для того, чтобы держать город в напряжении. В ее состав в разное время входили Александр Замятин, Денис Немцов, но и другие. Нам это не интересно, потому что мы их все равно не знаем. Первые преступления членами банды были совершены еще в конце 90-х годов. Однако установить причастность к ним лиц тогда не удавалось. Такие дураки работали у нас в СКР и ФСБ и в ментах тоже. Не удавалось им. Понимаете, им ничего не удавалось. Банда работает, орудует, а им ничего не удается. Наверное, потому что наверху там в МВД или ФСБ сидят свои подкормленные подкормыши. Итак, в указанный период времени членами банды на территории Москвы, Московской области и других регионов Российской Федерации был убит 21 человек, в том числе Евгений Душко, а также совершены другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Расскажу вам маленький секрет. Чтобы убить мэра города, обязательно нужно спросить о разрешении у ФСБ, иначе нельзя его убивать. Может быть, он делает то, что нужно правительству. Это закон даже для ОПГ. Просто так они не убивают. Когда вам показывают такие фильмы, где они сами для себя решают, убивать им или не убивать, что им делать, нет, такого не бывает. Они работают рука об руку. Они очень тесно сотрудничают с нашими спецслужбами. И, как вы помните, я вам говорила, что все ОПГ создал Сталин на рубеже 1949 года. Он их взял под контроль государственный, под контроль КГБ. Поэтому у них и действия все направлены в одну сторону, а не гармоничные действия. После этого около 20 уголовных дел были соединены в одно производство. Видите, за 20 лет не смогли соединить, а вот теперь соединили. Потому что президент приказал, и нужно убрать. А другие-то совершенно спокойно. Но другие сейчас притихнут и будут думать, как бы президент и против них не дал команду ФАС. Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников. Помимо Душко, это мэр Сергия Упасада, в числе вероятных жертв бандитов, бывший замминистра юстиции Владимир Постышев, директор научного центра правовой информации Марат Газизов и майор полиции Роман Маслов. Также группировка Большого пыталась убить бизнес-вумен Джойс Мугаш. Однако женщине удалось выжить. Вы видите, какие люди среди жертв. Да нужно ли это бандитам? Нет. Это только когда совместно со спецслужбами разрабатываются операции. Банда Кости Большого отличалась строгой дисциплиной, тщательной подготовкой. Вы понимаете, да? Это военные, бывшие в банде, строгая дисциплина, тщательная подготовка. А как готовятся спецоперации? Также и банда Кости Большого. Но почему его вдруг решили посадить и избавиться от него? Давайте посмотрим, что же он сделал все-таки не так, раз такая указивка вышла на него. Также планированием преступлений, конспираций, благодаря чему ОПГ долгое время избегали задержания. А у нас, наверное, в спецслужбах лохи одни работают, да? В ОПГ работают профессионалы, а в ФСБ и СКР лохи работают. Лох серебристый работает. Такое вот есть название у чиновников. Следствием установлено, что участники банды посягали на людей, которые по тем или иным причинам вступали в конфликт с ее лидером, не соглашались с его требованием в части предпринимательской деятельности. Под данным РНТВ со ссылкой на оперуполномоченного по особо важным делам ГУР, МВД, Пискарев лично убивал конкурентов по бизнесу, а также неугодных. Ну, лидер он на то и лидер, он должен убивать, иначе какой же он лидер? Он пример подает, он из своих-то внутри банды щелкает, как орешки. То есть тоже так же может совершенно спокойно убивать. Он мог убить своего водителя, он мог убить своего сотрудника за проступки. Такие случаи есть. Он мог убить человека, с которым о чем-то не договорился, даже по бытовым вопросам. Ну, то же самое произошло якобы между Евгением Душко и Константином Большим. По данным следствия, в 2011 году между Пискаревым и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергеев Посад, в результате которого коммерческие интересы лидера банды могли пострадать. Тогда он решил покончить с Душко. По указанию главаря преступной группировки, один из участников банды Сергей Безруков собрал информацию о рабочем графике в маршрутах передвижения автомобиля, месте проживания жертвы. А утром 22 августа 2011 года обвиняемые на автомобиле, которым управлял Безруков, прибыли к месту жительства Душко в Сергеевом Посаде. Дождавшись, когда глава городского поселения выйдет из дома и сядет в автомобиль, Константин Пискарев подошел к нему и произвел не менее семи выстрелов из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Как вы знаете, в Крыму точно так же был расстрелян мэр Семииза. И даже видеокамера соседняя зафиксировала убийцу, его хромоту ноги, его лысый череп, его кожаное пальто. И я указала, кто это. Я дала данные в прокуратуру, в МВД, в Киев послала. Бесполезно. Так нужно было убить. А зачем я вмешивалась в то преступление, которое совершили? По заказу экс-премьера Крыма Анатолия Могилева, он убирал всех неугодных ему руководителей администрации на местах. Таким образом и пострадал Костенко, которого расстреляли в упор. И никто не бросился искать. Хотя все было очевидно. Даже видеокамеры людей, которые ехали навстречу, зафиксировали лицо, полностью открытое лицо человека, который расстреливал. Он возвращался на велосипеде, где его на другом конце поджидал гаишник Георгий Фурич. И на этом автомобиле он берет убийцу, сажает к себе в автомобиль и везет в Севастополь. В свою квартиру. Это же многие знают в Крыму. Однако же, так же, наверное, и знали и здесь. С Евгением Душко все было известно. Но когда это не нужно власти, она игнорирует все заявления и все свидетельские показания. Я давала статьи и свидетельские показания. Я писала заявление. Бесполезно. И даже друзья этого Костенко говорили, вот кто нам даст информацию об убийстве. 50 тысяч гривен мы заплатим. Это, конечно, копейки. 50 тысяч гривен. Однако же они тогда говорили, так, знаете, им хотелось блеснуть чешуей. Но что-то никто не воспринял мою информацию, где я полностью указала, почему хромает человек, которому сломали ногу за 4 месяца до этого, когда он убивал другого бизнесмена на набережной Коктебеля. И ему сломали ногу Юрию Синежуку. И он же потом, через 4 месяца, едет расстреливать Костенко. И все это видно на видеокамеру. Везде оставляет свои следы. Но кому важны следы, когда даже работник ГАИ берет его на борт к себе после убийства и везет в Севастополь. Да кому же нужны эти доказательства? А потом вот так вылезает, вот как сейчас, когда Путин приказал, нужно убрать. Почему на это мое заявление никто не хочет обратить внимание? Или что, убийство у нас не считается убийством? А ведь тогда произошло много убийств. И убили более 7 мэров в Крыму. И я на каждого мэра указала, где, когда и как могли быть убиты эти мэры и кем. Ну такая вот я умная, потому что я закончила кафедру национальной безопасности с красным дипломом. И я знаю, что к чему. Я могу разложить все карточки и все факты. Но это никому не нужно. В данном случае точно так же и здесь. Это тоже никому не нужно. Я требую вернуть свой дом в Коктебеле, улица Жуковского, 53. И что вы думаете? Верховный суд Крыма теряет мои документы каждый раз, когда дело выходит на рассмотрение. Соответственно, и рассматривать-то нечего, потому что вроде бы я и не присылаю, хотя у меня и секретанции, и штампы канцелярии Верховного суда о принятии этих документов бесполезно. Когда дан приказ сверху, гасить дело, оно будет погашено. Вот так. И здесь, я думаю, что здесь было все точно так же. Когда нам рассказывают о том, что сегодня вот таким образом раскрываются преступления, президент Путин работает, не верьте. Раскрываются только те, которые нужны. В данном случае я могу на множество преступлений указать в Крыму, о которых у меня написано множество заявлений. ФСБ России лично приносила документы под расписку. И что? А ничего. Все вернулось туда же, в Крым. Для разбирательства. Вы не находите это чудным? К кому вернули? К тем, кто совершал преступление? Я Таня Карацуба. Сеидбургхам.